Уже очень давно в России монополистом на рынке вагонов метро является без всякого преувеличения легендарный мытищинский завод. За без малого 90 лет работы в качестве производителя вагонов метро это предприятие создало примерно 16 моделей и немалое количество их модификаций. Но разумеется, монопольное положение вредит не только рынку, но и самому предприятию, так как снижает его стремление к дальнейшему совершенствованию собственной продукции. В те стародавние времена, когда мэрией Москвы был объявлен международный конкурс на поставку вагонов метро, многим разбиравшимся в теме, кому попалось на глаза техническое задание, было ясно, что оно написано конкретно под мытищинскую продукцию. Однако, допускалось, причем на самом верху, что часть заказа все же получит зарубежный производитель. Таковым вполне мог стать Бомбардье, единственный, кто начал создавать вагон в точности по техническому заданию. Все это сильно заставило понервничать и мытищи, и ТМХ. Как известно, Бомбардье слился с конкурса сам. Метровагон МАШ победил, а те, кто страстно хотел иностранные вагоны, остались ни с чем. Однако, этот конкурс стал хорошим пинком под зад ТМХ, и инерция этого пинка хорошо ощущается и сейчас, заставляя мытищинцев создавать современные вагоны. А то так бы и клепали они базовый 760-й с минимальными изменениями. А кто в перспективе мог бы составить им конкуренцию внутри страны? Бесспорно, метровагон МАШ сейчас единственный завод, обладающий такими компетенциями и почти вековым опытом. Но и этот завод когда-то был новичком. Первым кандидатом сегодня является злейший конкурент ТМХ – холдинг Синара. И хоть эта контора далеко не всегда действует честными методами и любит выезжать на чужом горбу то Сименса, то Шкоды, но сегодня и тем более в нынешних условиях, которые никак не умерили амбиции урельского холдинга, как никогда высок шанс, что в Верхней Пышме могут заняться разработками вагона метро. Тем более, что в прошлом Синара уже предпринимала попытку сделать шаг в эту сторону, купив долю в предприятии вагон МАШ, базировавшемся на Кировском заводе. Недавно, правда, Синара продала эту долю, в связи с известными событиями и тем, что Шкода свернула свою деятельность в России. Так что теперь Синаре придется полагаться полностью на свои силы. Ни Шкоды, ни Сименса за спиной уже нет. Впрочем, если Синара уже взялась за разработку или возьмется в ближайшее время, то на, собственно, разработку нового вагона уйдет примерно три года. Еще год-полтора на испытание. Разумеется, при условии, что все пройдет гладко. Вторым и последним вероятным кандидатом в производители вагонов метро в некой дальней перспективе может стать пока ТС. Тем более, что амбиции у них тоже очень большие. Но сегодня у них есть ряд ограничивающих факторов. Во-первых, у ПКТС нет собственной производственной площадки. Все их производство располагается на арендованных у ТМХ площадях. Во-вторых, разработка вагона метро требует больших ресурсов, как инженерных, так и финансовых, чем разработка трамвая. В-третьих, ПКТС пока еще не настолько мощная компания, чтобы позволить себе столь дорогостоящие мероприятия, как постройка или покупка заводских цехов. Ну и в-четвертых, между ТМХ и ПКТС есть соглашение о партнерстве, по которому ПКТС и арендует у ТМХ цеха. И вне зависимости от того, каковы условия этого партнерского соглашения, ПКТС, не имея опять-таки собственных цехов, заниматься такой разработкой весьма рискованно. Но в будущем, после развода с ТМХ, ПКТС почти наверняка займется созданием своего вагона метро. Ну а что касается вагона Маша вторичной выпечки, то сегодня это практически труп, от которого отказались оба гаранта его существования. Поэтому воспринимать его в качестве производителя, тем более самостоятельного даже в перспективе, нельзя. В любом случае, России необходим отечественный, не на словах, а в реальности отечественной с собственными разработками, конкурент Матичинскому заводу. Это будет полезно всем.